Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Депутаты Курултая Башкортостана планируют выделить 1 млрд рублей на обеспечение минимального размера оплаты труда. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании парламента. Деньги направят из бюджета республики. По заявлению председателя госсобрания Константина Толкачева, корректировки связаны с перераспределением ранее утвержденных бюджетных ассигнований, изменением условий и реструктуризации обязательств юридических лиц и федерального законодательства о предоставлении субсидий из федерального бюджета региона. Основные показатели бюджета останутся прежними. Кроме того, 300 млн рублей направят на капитальный ремонт учреждений культуры, к столетию образования Башкортостана и международному фестивалю «Фольклориада-2020» в Уфе. Почти 600 млн рублей направят на финансирование программы развития промышленности в Башкортостане. Региональный Кабмин утвердил план, рассчитанный на пятилетку с 2019 по 2024 годы. В его рамках предусмотрена подпрограмма развития промышленного потенциала РБ, на реализацию которой потребуется 365 млн выделенных средств. Ее задача состоит в создании новых производств, возрождений и развитии народных художественных промыслов. Отмечу, промышленность на сегодняшний день формирует 37% валового регионального продукта республики. Обеспечивает занятость каждого четвертого работающего жителя, формирует около 80% прибыли, а также 46% налоговых поступлений в бюджет региона. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары евро синхронно подорожали. Курс доллара вырос на 47 копеек, 57 рублей, 49 копеек. Евро в плюсе на 29 копеек, 70-80. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в банке Юнистрим за 57 рублей, 41 копейку. Продажа в банке БКС за 57 рублей, 69 копеек. Комиссия до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке Юнистрим и быстро. Банки за 70 рублей, 71 копейку. Продажа евро в банке Солид за 71,5. Это был утренний выпуск новостей на телеканале РБК Уфа. Смотрите наши выпуски в течение дня.